Коротко я вам напомню, что у нас идея очень простая – проследить три традиции в российской внешней политике за последние десятилетия и пару столетий. И мы коротко сказали о том, как это происходило в имперский период, в советский период. И сегодня давайте попытаемся охватить, опять-таки, насколько это позволяет наше время, постсоветский период, вот эти 30 лет, до какой степени эти 30 лет могут быть осмыслены с точки зрения продолжения вот этих трех традиций. Конечно, они менялись во времени, как мы видели, они претерпели радикальные изменения в советское время, но они, тем не менее, сохранились. В каком виде они сохранились сегодня? Можно ли говорить об их сохранении? Это основной вопрос сегодняшней лекции, и я надеюсь тоже на ваши комментарии и вопросы. А завтра мы уже поговорим, собственно говоря, о современном кризисе, о современном периоде и о том, что это такое с точки зрения этих традиций. Можно ли говорить о том, что мы вступили в принципиально иной этап развития, когда все это должно быть переосмыслено. Но это завтра. А сегодня давайте попытаемся осмыслить вот эти три традиции. И, соответственно, я хотел бы говорить, во-первых, о попытках сотрудничества. Это в основном период, который охватывает собой первые 15 лет после распада Советского Союза, примерно до середины 2000-х годов. Там было два важных периода. Это Ельцинский и ранний Путинский с перерывом на попытке Примакова выстроить какую-то другую политику с неудачным перерывом. Но в целом эта попытка сотрудничать с Западом сохранилась. Второй период – это наступательный период, который в значительной степени продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Это примерно с середины 2000-х годов. Вот вам еще 15 или более того лет. И третий период, третий вопрос. Коротко я бы хотел тоже сказать и о традиции сосредоточения. Поскольку мы ее охватывали, поскольку мы пытались ее понять применительно к царскому периоду и к советскому периоду, можно ли говорить о том, что этот период существует сегодня? И почему из Примаковской попытки ничего не получилось? Есть ли эта традиция сегодня? Во всяком случае, обсуждаются ли эти идеи во внешнеполитическом сообществе? Вот, собственно, все, о чем я хотел сказать на сегодняшний день. Поэтому, с вашего позволения, я перейду к коротким слайдам с тем, чтобы немного помочь вам следить за развитием этой темы. Ну, во-первых, это сотрудничество, которое, как я уже сказал, состояло из двух этапов. Во-первых, это начало 90-х годов, вплоть до середины 90-х годов, попытки Ельцина выстроить сотрудничество с Западом. И затем Путин. Разница этих двух периодов довольно значительна. Несмотря на то, что и Путин, и Ельцин пытались выстроить сотрудничество с Западом, оно было выстроено на разных основаниях. Для Ельцина это была действительно попытка руководствоваться одними и теми же западными ценностями. Идея была в том, что Россия становится западной страной, она присоединяется к западным институтам, и она отказывается от тех ценностей, которые помогали ей выстраивать свою внешнюю политику в советское время и даже в известной степени в досоветское время. Сама концепция национальных интересов, как ее сформулировал Андрей Козырев, была выстроена, исходя из того, что мы входим в сообщество западных государств, мы становимся рыночной экономикой и демократией, и это и есть основной национальный интерес России. Что касается Путина, мы об этом скажем чуть позже, для него главное все-таки было это сотрудничество на основе общей угрозы, а не общих ценностей, на основе борьбы с терроризмом прежде всего, при сохранении важных для России ценностей, таких как великая держава, таких как суверенитет, и мы об этом тоже скажем подробненько. Вот это то, что важно иметь в виду. Это два разных периода. И, как вы помните, из этого сотрудничества, сотрудничества Бориса Ельцина с Западом, не получилось долгосрочного, долговременного движения, и в конечном счете это привело к попыткам новой внешней политики, олицетворением которой стал второй министр иностранных дел России Евгений Примаков. Эта попытка тоже отличалась и от Горбачева, потому что Горбачев, как вы помните, тоже стремился выстроить партнерство с Западом, но не столько на основе отказа от социалистических и советских ценностей, сколько на основе равенства и равного диалога на условиях общих интересов и диалога ценностей. Вот это принципиально, это достаточно редкий период. Почему из этого ничего не получилось? В двух словах, потому что все-таки отсутствовали те условия, которые, как я вам сформулировал раньше, были необходимы для продолжительного сотрудничества России и Запада. Во-первых, не было достаточного признания того, что в России есть важные интересы в бывшем СССР. Во-вторых, не было достаточной поддержки экономических реформ внутри страны. Россия проходила через крайне сложный для себя период экономических перемен. Запад рекомендовал стратегию шоковой терапии, которую в России приняли однозначно. В этом смысле совет Запада был воспринят. Но в России ожидали и довольно массированной поддержки экономических реформ. Говорили даже о необходимости своего рода нового плана маршала для России, о необходимости новых инвестиций. Именно на это рассчитывал Борис Ельцин, когда он приезжал в Соединенные Штаты и выступал в Конгрессе. И говорил буквально таким образом, что мы помогли вам победить коммунистическую угрозу, и это сэкономило вам триллионы долларов. Теперь мы ожидаем, что вы вложитесь в нашу экономику, что будет план, будут инвестиции. В то время как в конечном счете были действительно займы, была помощь в обхождении России в Международный валютный фонд и другие международные экономические институты. Но, собственно, поддержки, которая помогла бы преодолеть резкое, катастрофическое изменение экономических условий в России, оказалось недостаточно. Россия, как вы, наверное, знаете, потеряла примерно половину своей экономики в результате этих перебывов. Разрушился средний класс, разрушились экономические связи. Вот это вторая причина. И третья, конечно, это проблемы безопасности, это расширение НАТО, решение о котором было принято в 1994 году. И это решение стало в буквальном смысле слова холодным душем для Бориса Ельцина, для Андрея Козырева, которые совершенно не ожидали, что их не будут рассматривать в качестве полноправного партнера, потому что движение шло к тому, что Россия будет постепенно входить в западные экономические и военные, и политические структуры. Ну и поскольку у России достаточно сильная традиция великодержавы, достаточно сильная традиция, как мы уже с вами говорили, подозрительного отношения к Западу, конкуренции с Западом, довольно сильные внутриполитические настроения великодержавные, довольно мощный класс силовиков, Это довольно быстро привело к мобилизации антизападных настроений и в значительной степени правы те, которые говорят, что настоящие корни кризиса в отношениях России и Запада коренятся в 90-е годы. Они коренятся в развитии процессов, которые произошли до того, как Владимир Путин пришел к власти. И это, конечно, повлияло и на самого Путина и сделало ситуацию еще более сложной. Это главная причина, почему из этого сотрудничества в то время ничего не получилось. Россия тоже внутренне была не готова к такому сотрудничеству. Уровень недоверия был очень-очень высок, как со стороны Запада по отношению к России, так и со стороны России по отношению к Западу. И это очень скоро начало меняться в худшую сторону. Если вы изучали этот период, то вы вспомните и опросы массового населения в то время, которые показывают изменение настроения примерно в этот период. Ну и поскольку у России не было возможности настаивать на своих интересах, настаивать на том, что НАТО не должно расширяться, настаивать на том, что у России есть свои интересы в постсоветском пространстве и в Евразии, настаивать на том, что Россия – великая держава и с ней нельзя так обращаться, что у нее есть свои интересы в Европе, и Россия не имела возможности восстановить такую политику, поэтому возникла идея, примаковская идея попытаться воспроизвести опыт Александра Горчакова в 90-х годах. Я скажу об этом подробнее. Во всяком случае, примерно в 94-95 году этот период по существу закончился, и Россия перешла к другой политике. Еще раз хочу подчеркнуть, что символом этого стало назначение Евгения Примакова министром иностранных дел. Вот, собственно, если коротко, этот период, когда уже и Борис Ельцин заговорил о России в великой державе, не только Евгений Примаков, когда НАТО стал холодным душем и когда попытки интеграции, по сути дела, не увенчались успехом. Были, конечно, определенные результаты, в частности, Россию учили восьмерку, но во многом это были семерку, стало восьмеркой, во многом это были символические результаты. Коротко, после Примакова это сотрудничество возобновилось усилиями Владимира Путина на основе борьбы с терроризмом. Как вы, наверное, помните, этот период завершал очень тяжелый этап для России, в результате которого завершились бомбардировки Югославии в 99-м году. Это еще более радикализовало отношение к Западу в России, это еще более осложнило восприятие в России и Западах в качестве возможного будущего партнера. Поэтому выходить из этого этапа было очень и очень непросто и поэтому, когда Владимир Путин попытался восстановить отношения, сотрудничество в 2000 году, еще до 2001 года и известных террористических атак 11 сентября 2001 года, это движение не встретило понимания. Соединенные Штаты не шли на контакт, не шли на взаимодействие с Россией. Путин попытался неоднократно улучшить эти отношения, но ему были соответствующие послания и реакции со стороны США, что отношения не могут быть восстановлены, учитывая все те сложности, которые возникли в 90-е годы. Но эта ситуация радикально изменилась после того, когда произошли террористические атаки 11 сентября 2001 года и когда Россия, Владимир Путин сделали все возможное для того, чтобы показать, что они не только понимают все те угрозы, которые возникли перед Соединенными Штатами, но и сами прошли через это на протяжении достаточно длительного времени и готовы на все возможные способы сотрудничества с Соединенными Штатами. Путин был один из первых, кто позвонил президенту Бушу и пообещал все возможное сотрудничество, все линии разведслужб, возможности создания военных баз в Центральной Азии для того, чтобы получить больший доступ к Афганистану. Отношения начали меняться и в других отношениях тоже, потому что на этом этапе возникла идея выстраивания энергетического партнерства с Соединенными Штатами. Россия стала восприниматься в США как возможный источник энергоресурсов. Был важный энергетический саммит, организованный, по-моему, в 2002 году, если мне не изменяет память. И в этот период многие заговорили о том, что отношения России и Соединенных Штатов сегодня лучше, чем они когда-либо были на протяжении постсоветского времени. Но, как мы с вами помним, и из этого периода в конечном счете не получилось продолжения. Примерно в 2004-2005 годах он начал меняться в совсем другом направлении, и российская внешняя политика тоже изменилась. И здесь тоже существует масса причин, но если коротко говорить, если сводить это к тем объяснениям, которые мы с вами использовали, то это тоже недостаточное с точки зрения руководства России. Очень важно еще раз подчеркнуть, что вот это недостаточное признание – это восприятие, это восприятие российского руководства, это вещь, которую измерить объективно невозможно, так же, как и восприятие силы или слабости. Это вещь, которую вам придется специально изучать, если вы хотите это документировать, вам придется анализировать речи, вам придется анализировать то, как формируется процесс восприятия, вам придется анализировать мозговые центры и так далее. Так вот, в данном случае речь шла прежде всего о том, с точки зрения российского руководства, что все российские озабоченности, все российские интересы по-прежнему не были учтены Соединенными Штатами. Процесс расширения НАТО продолжился, было еще несколько стран принято на протяжении этого периода сотрудничество с Россией. Обнаружился новый этап трений по вопросам безопасности Соединенных Штатами – это вопрос противоракетной обороны, потому что, как вы, наверное, помните, Соединенные Штаты вышли из договора, так называемый ABM-3, договор о противоракетной обороне, стратегической стабильности, который был основой взаимодействия Советского Союза и США в период Холодной войны. Поначалу Путин отреагировал на это таким образом, что он просто сказал, что это ошибка, но он не стал делать из этого наиболее серьезную проблему во взаимоотношениях, он сделал для себя выводы, о которых мы узнали только гораздо позже, когда Россия обнаружила новые системы, обнародовала новые системы гиперзвуковые и ядерные. И выяснилось, что уже тогда, вскоре после того, когда Соединенные Штаты вышли из договора ОПРО, Россия инициировала новые военные разработки для того, чтобы ответить на это в будущем. Это вторая тема, которая стала проблемой. Третья – это так называемое продвижение демократии. Как вы помните, для президента Буша проблема смены режимов стала одним из центральных направлений во внешней политике США, начиная с войны в Ираке. И очень сразу, очень быстро Кремль отреагировал на это таким образом, что это, по сути дела, мешает войне с терроризмом. Те самые цели, которые сблизили Россию и Запад, борьба с терроризмом, на сегодняшний день больше не являются общими, потому что Соединенные Штаты все больше и больше уходят от борьбы с терроризмом в борьбу с режимами, в борьбу со сменой теми режимами, которые ей не нравятся. Ну и довольно скоро мы узнали тоже, что Кремль увидел в этом угрозу и для себя, потому что дело было не только в Ираке, но очень скоро произошла так называемая оранжевая революция в 2004 году. И вот это стало важнейшим водоразделом для Путина, для России. И главное, с точки зрения Кремля, заключалось в том, что Соединенные Штаты не собирались сотрудничать. Они использовали так называемую войну с терроризмом в глазах Кремля для того, чтобы распространять свое однополярное господство в мире, для того, чтобы менять режимы, для того, чтобы продвигать потенциально враждебную для России военную инфраструктуру к границам России, в том числе и на территории Украины. И поскольку Россия чувствовала себя гораздо сильнее в этот период, она чувствовала себя гораздо сильнее по целому ряду причин, она перешла к более наступательной политике. В конечном счете, это был первый период наступательности с точки зрения Владимира Путина необходимый, который обнаружился вскоре после Оранжевой революции, который был сформулирован в так называемой Мюнхенской речи Владимира Путина. Это, если я не ошибаюсь, январь или февраль. Январь или февраль 2007 года, в основном это критика американской однополярности и того, что Путин называл неуважение к интересам всех держав, стремящихся получить какой-то суверенитет. Это период все более и более сложных отношений с Европой, которая требовала большей транспарентности и большего доступа к российским трубопроводам, Россия все более и более активно использовала свои возможности, газовые и энергетические возможности для того, чтобы укрепить свои позиции великой державы в Европе, для того, чтобы расширить сферу своего влияния. И это, конечно, период роста давления на Украину тоже после Оранжевой революции, когда к власти пришел отнюдь не прокремлевский кандидат, а скорее прозападный кандидат Виктор Ющенко. Кремль делал все возможное, в том числе используя энергетические возможности, поскольку, как вы знаете, Россия транспортирует особенно природный газ в Европу через украинскую территорию, Кремль использовал все возможности для того, чтобы изменить внутриполитический ландшафт на Украине, и в конечном счете добился своего, когда в 2010 году был избран Виктор Янукович, который во многом пошел на сотрудничество с Россией, на те условия, которые Путин считал важными для себя. Вот, коротко, это основные условия, почему сотрудничество не получилось и почему Путин перешел, по сути дела, к наступательности. Здесь я и перехожу ко второму вопросу о наступательности, начиная с Путина после его переизбрания. Как я вам уже сказал, речь идет в данном случае о более наступательной политике более активной политике на украинском направлении, с тем, чтобы все-таки добиться того, чтобы Украина осталась в сфере влияния России. Речь идет о новой риторике, о более активной критике Соединенных Штатов и их внешней политике. И внутри страны усилился антиамериканизм, хотя, собственно говоря, настоящая антиамериканская риторика – это немножко более поздний период, о котором я тоже скажу. И это, конечно, грузинский конфликт августа 2008 года. Результат тоже того, что как Украина, так и Грузия заявили о своих стремлениях войти в НАТО, приобрести членство в НАТО. И, как вы помните, наверное, по-моему, это апрельский саммит НАТО 2008 года, бухарестский саммит, в результате которого Соединенные Штаты четко заявили свою позицию, что они хотели бы, чтобы и Грузии, и Украине был предоставлен план членства в НАТО. На этом этапе, благодаря вета, который использовали Германия и Франция, такой план членства в НАТО Украине и Грузии не был предоставлен. Но, тем не менее, в окончательном заявлении было зафиксировано, что обе страны будут членами НАТО – это только вопрос времени. То есть для России, если она считала, исходила и продолжает исходить из того, что НАТО представляет угрозу, принципиальную угрозу интересам России, это означало, что необходимы какие-то шаги, какие-то меры. И в этом смысле военный конфликт в Грузии стал результатом в том числе и этих процессов. Конечно, там были и другие причины, связанные с атакой Саакашвили на российских миротворцев в Осетии, на бомбардировке против Цхинвалии. Это довольно тоже сложный конфликт сам по себе. Нам важно проследить общую тенденцию. Общая тенденция наступательности может быть прослежена на примере этих событий. И опять-таки причины были связаны как с продолжающимся расширением НАТО, применительно прежде всего к Украине и Грузии, так и с расширением системы, новые системы противоракетной обороны, которые выстраивали Соединенные Штаты, вне России, прежде всего за счет размещения некоторых элементов новой инфраструктуры в Европе, в Румынии, в частности, и в других местах. И были и другие вопросы. Вопросы энергетики, вопросы, опять-таки, отношений с бывшими советскими республиками. Это, в конечном счете, привело к новым обострениям, которые продолжались примерно до избрания Дмитрия Медведева. Это, в общем-то, период отступления. После попытки выстроить, опять-таки, новый диалог с Западом, Россия в лице Путина опять-таки вернулась к наступательному периоду. Но на этом этапе Медведев попытался, и я думаю, что есть основания говорить о том, что не только Медведев, но и Путин, попытались выстроить новый диалог с Соединенными Штатами. Почему это стало возможно? Ну, прежде всего, потому что у России не было возможности продолжать наступательный период в результате финансового кризиса. В результате кризиса 2008 года, как вы, наверное, помните, российская экономика упала на 8% примерно. Очевидно было, что необходима была какая-то рекалибровка внешней политики. Ну и, конечно, очень важный, опять-таки, вопрос признания. На первом этапе казалось, что можно выстроить эти отношения, потому что Соединенные Штаты не только не собирались наказывать Россию за Грузию, но, наоборот, предложили так называемую перезагрузку. Барак Обама, который избрался в качестве президента Соединенных Штатов, хотел выстроить отношения с Россией. И поэтому, по крайней мере, на первом этапе эти отношения с Медведевым выстраивались в том направлении, в котором хотелось и России, и Соединенных Штатов. Второй этап наступательности – это, собственно, уже Путин третьего периода, это уже 2012 год, когда после неудачных попыток Медведева и Обама продвинуться на этом направлении, возникла новая эскалация. Это действительно уже этап более радикальной эскалации в отношениях России и США. Это период роста внутреннего американизма. Наверное, вы помните ситуацию, связанную с делом Магнитского. Наверное, вы помните бойкот Олимпиады Бараком Обамой. Наверное, вы помните попытки наказать Россию за нарушение прав человека. И в ответ на это, естественно, по решению сверху, был принят целый ряд законов о борьбе с так называемой пропагандой гомосексуализма, запрет на усыновление российских детей американцами. То есть было дано понять Западу и Соединенным Штатам, что война переходит в данном случае в область ценностей. Мы будем противостоять американским ценностям, навязыванию, как это формулируется в России очень часто, западам своих ценностей России. Мы будем противостоять этому своими собственными традиционными ценностями. Это как раз тот период, когда язык традиционных ценностей возник, когда Владимир Путин сформулировал идеологию государства цивилизации, когда он заговорил о том, что Россия является основоположником консервативных ценностей в мире, и о том, что либерализм утратил свои перспективы в мире. Поэтому в этом смысле конфронтация, конкуренция, соперничество, как хотите называйте, перешло и на внутри политический, на ценностный уровень. Продолжились, естественно, проблемы и в отношениях с Украиной вплоть до кризиса 2014 года, в результате которого было аннексировано, было принято решение о присоединении Крыма и оказана всяческая поддержка сепаратистским территориям на Украине, на Востоке. В 2015 году Россия вмешалась в Сирии на стороне Ассада. После кратковременной попытки договориться с Бараком Обамой Путин, как вы помните, может быть, летал в Соединенные Штаты, выступал в ООН и встречался в Вашингтоне с лидерами США. Другие измерения этой наступательности – это попытка России утвердиться в военном отношении Балтийском и Черном морях, это новые возможности, которые все более активно использовались в киберпространстве, новые разработки, военные разработки, гиперзвуковые и ядерные. На одном из своих выступлений перед Думой Владимир Путин обнародовал эти разработки и показал, что у России теперь есть такие системы, в том числе такие системы, которых более ни у кого нет, демонстрируя российские потенциальные возможности. И, конечно, нельзя забывать и о тех переменах, которые произошли на Западе. Прежде всего, в 2016 году это Brexit и это выборы Дональда Трампа в качестве президента США. И российские попытки гораздо более активно вмешиваться в участвовать в выборах западных стран, европейских и Соединенных Штатов на стороне тех кандидатов, которые ей, России, казались более предпочтительными. Можно, как говорится, обсуждать и спорить о масштабах такого вмешательства, о попытках и результативности такого влияния, но то, что они были, сегодня сомнений ни у кого нет. Ну, в двух словах о внешних и внутренних условиях вот этой наступательности. Внешние условия, как я уже сказал, это глобальная нестабильность, связанная не только с Brexit, но и с другими процессами. Это экономические, миграционные процессы в Европе тоже. Это новый раскол США и Европы, разногласия, связанные с избранием Трампа, касающиеся как иранской сделки, так и северного потока второй линии, так и санкций торговых отношений, в частности, с Китаем, но не только с Китаем. Это санкции, это, опять-таки, непризнание России в ее глазах как великой державы, и это растущая поляризация внутри США и восприятие Трампа, как одна статья написала, как нашего Путина. То есть, по сути дела, признание тесной связки между Россией и теми, кто саботировал внутри Соединенных Штатов проект либерального миропорядка. А внутри страны, и мы об этом тоже поговорим чуть подробнее завтра, укрепилось ощущение, что Россия – растущая великая держава, которая обязана настаивать на своих интересах в отношении к Западу, прежде всего. И это связано с целым рядом признаков. Во-первых, как я уже сказал, это идеология государственной цивилизации, которую Путин сформулировал в своих предвыборных статьях в 2012 году. Это растущая поддержка Путина, особенно после присоединения Крыма. Это, в общем-то, массовые настроения в России, и что Россия должна проводить более активную великодержавную политику. Это новые военные возможности, о которых я тоже уже сказал, как военные, так и кибер-возможности. Более активное российское информационное, медийное участие на западных информационных площадках. Это особенно Арти, но не только Арти и другие возможности, которые у России были. И это, как я уже вам сказал чуть-чуть раньше, это частично результат 90-х годов. Это частично результат того, что происходило в 90-е, в первой половине 90-х годов, и как это отозвалось внутри самой России. Вот один вопрос, опрос я вам в данном случае привожу, который показывает, собственно говоря, перемену настроений в российском обществе примерно в 90-е годы. Вот два замера 92-го и 93-го года. Позиция очень простая. Это один и тот же источник, Левада-центр, который опрашивал россиян на протяжении вот этих вот 25 лет. И вопрос, который в данном случае важен, это вопрос о том, что такое русский. Главная позиция в данном случае русские – это великий народ, имеющий особое значение в мировой истории. Вот эта позиция в 92-м году поддерживалась только 13%. Большинство тогда считало, что русские – такой же народ, как другие, 80%. Но уже в 99-м году, и это опрос, который проведен в марте месяце, то есть это уже Югославия, 57% – как вы видите, почти четырехкратное, трех с половиной кратное увеличение настроений, что русский – великий народ с особого значения в мировой истории. Вот когда произошли перемены, массовые перемены в российском восприятии, которые продлились вплоть до того времени, когда начался период третьего наступления Путина. И в 2017 году это 64%. Но важно тоже помнить, что в России есть не только, как говорится, внутренняя уверенность, но есть и источники неуверенности. Они всегда были, они остаются. Это всегда сочетание уверенности и неуверенности. И в данном случае речь шла и о реагировании Путина на вот эту внутреннюю неуверенность, на страхи внутренних протестов, на недостаточно в административном отношении эффективное государство, на невозможность очень часто государством эффективно осуществлять взаимодействие с бизнесом, способствовать оживлению экономики. И сама экономика, конечно, развивалась совсем не такими темпами, которыми хотелось бы самому Кремлю в то время. В этих условиях, собственно говоря, мы и подошли к украинскому кризису. Я два слова об этом скажу. И у меня остается еще несколько минут. После этого я перейду к вопросам, к обсуждению. Как вы помните, в конечном счете, это довольно, конечно, сама по себе сложная и интересная история. Я уверен, что у вас будет возможность подробнее ее обсудить не только со мной, но и с другими участниками вашего симпозиума. Но главное – это принципиальное различное восприятие в то время. Вот когда, собственно говоря, кризис разразился, еще до референдума по Крыму, когда Янукович исчез из Крыма, до сих пор мы не знаем действительно причин того, почему это произошло, уже тогда существовало два совершенно разных восприятия. С точки зрения США и Европы тоже, это был, в общем, легитимный переход власти. И, как выразился однажды Барак Обама, Соединенные Штаты способствовали тому, чтобы этот переход произошел. А для России это был переворот. Это был антиконституционный переворот, в результате которого те подписи, которые были поставлены под соглашением оппозиционных сил Януковича, не имели больше никакой силы, и Соединенные Штаты не хотели на них настаивать, потому что им это было выгодно, и более того, потому что они сами подготовили этот переворот. И Путин довольно быстро, довольно скоро сориентировался и назвал это фактически разгулом нацистских и антисемитских сил на Украине. Вот это, собственно говоря, только для того, чтобы подчеркнуть разницу восприятия. Ну и завершение, коротко о сосредоточениях. Поскольку это тоже одна из важных традиций российского внешнеполитического мышления, хотя и не доминирующая традиция. Вероятно, вы помните, мы обсуждали, почему это так. Россия очень часто пыталась сосредоточиться только тогда, когда она оказывалась в состоянии слабости, когда она проигрывала войны, когда она не имела возможности продолжать наступательный период. Но в то же время это практически никогда не приводило к сотрудничеству с Западом на условиях Запада. Почему? Интересный вопрос. Но это, я думаю, вопрос все-таки идентичности. Это вопрос той самой великодержавной ментальности, которая в России существовала, по крайней мере, с 15-16 столетия, исходя из той позиции, что Россия будет выстраивать отношения с окружающим миром на равных условиях, а не на условиях тех, кто является в данном случае временно более сильным. Вот попытка сосредоточения может быть связана с Евгением Примаковым. Замысел заключался в том, что Россия будет представлена в качестве великой евразийской державы, что Россия выстроит отношения, равные отношения, как с Европой, так и с Азией, что Россия будет пытаться постепенно способствовать особым отношениям со Францией и Германией и таким образом балансировать против Соединенных Штатов. И, с другой стороны, будет выстраивать ось с Индией и Китаем, стратегический треугольник России, Индии и Китая, который постепенно будет способствовать созданию многополярного мира. Вот одна из важных статей Примакова в «Международной жизни» в журнале МИДа называлась «На горизонте многополярный мир». Она была опубликована в 1996 году. А внутри Евразии, постсоветской Евразии, Примаков вставил вопрос о реинтеграции. Не восстановлении Советского Союза, а реинтеграции экономических отношений, утраченных в результате распада СССР, и о выстраивании особых культурных отношений. Он говорил о войном гражданстве, он говорил об особом гражданстве СНГ. В конечном счете, из этого ничего не получилось. И когда Владимир Путин пришел к власти, он предложил совсем другую политику, в том числе и политику, которую силами своих сторонников он раскритиковал усилиями, в том числе рядом мозговых центров, он раскритиковал политику Примакова как недостаточно реалистичную, как слишком затратную для России. Можно говорить о нескольких причинах того, почему из-за этой попытки сосредоточиться ничего не получилось. Я думаю, все-таки одна из главных это все-таки то, что речь идет о другой международной системе, потому что Горчаков, Екатерина и многие другие действовали в совсем других международных условиях. Никогда в мире не было такого доминирования единственных сер-дежавы, как в 90-е годы. Так называемая однополярность Соединенных Штатов была фактически абсолютной во многих сферах. В этих условиях попытаться выстроить фактически антиамериканскую коалицию было обречено на неуспех изначально. В этих условиях ни Китай, ни Индия, ни тем более Франция и Германия не были готовы к тому, чтобы фронтировать по отношению к Соединенным Штатам. Во-вторых, сам Примаков все-таки не обладал достаточными внутренними полномочиями, государство было слабым. Даже когда он стал премьер-министром, у него ничего не получилось. Ну и в-третьих, часто говорят о том, что, собственно говоря, то, что имел в виду Примаков, это не совсем сосредоточение. Это все-таки попытка сдерживания Запада. Это ближе к традициям наступательности, которые еще менее были вероятны в этих условиях, потому что большее, более реалистичное идея соцредоточения заключалась бы не в том, чтобы выстраивать внешний союз, а в том, чтобы прежде всего поднимать внутреннюю экономику. Именно этим занимался когда-то Горчаков и Александр II, проводя внутренние великие реформы, сторонники такого сосредоточения в России были, начиная от Вадима Цимбургского и других, но условий для этого не оказалось. Сегодня эти идеи тоже существуют. Идеи сосредоточения существуют, в частности, усилиями Валтайского клуба. Некоторые говорят о необходимости для России идеи подстранения от Европы. Кто-то из вас, может быть, видел или читал статьи в России в глобальной политике на эту тему. В частности, я помню статью Федора Лукьянова и Алексея Миллера. Она называлась «Отстраненность» вместо конфронтации в отношениях с Европой. Были статьи об острове России Межуевой и многих других. Когда наметились взаимоотношения России и Трампа, эти люди говорили о том, что не следует пытаться выстраивать большую сделку с Соединенными Штатами. Из этого все равно ничего не получится. Необходимо взять стратегическую паузу в отношениях Запада, в отношениях США и заняться решением внутренних проблем. Эти идеи существовали. В какой-то степени к ним примыкает идея Большой Евразии, которую тоже сформулировали люди в Алдайском клубе. Хотя она недостаточно, на мой взгляд, хорошо продумана. Здесь есть и интерпретация с точки зрения сдерживания США. Но есть и потенциал для того, чтобы превратить эту идею в опору для сосредоточения, в опору для выстраивания экономических, политических проектов с другими странами региона не столько для того, чтобы сдерживать Запад, сколько для того, чтобы решить те задачи, которые традиционно решала политика сосредоточения на других этапах российской внешней политики. Это прежде всего внутреннее выздоровление, экономическое укрепление, освоение новых пространств, которые являются частью России, но плохо освоены, Сибирь, Урал и так далее. Вот, собственно говоря, на этом я, наверное, остановлюсь. Спасибо, я немножко затянул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова